Субтитры делал DimaTorzok Ну и там другие функции Можете посмотреть 12 задание Не буду сейчас выводить Скачайте себе методички, откройте их Посмотрите, что у вас там есть Хорошо О, запись, видите, вы все дали разрешение Запись пошла, справа выявляет Дело, я бы хотел Постараться вам как-то Настроить их громкость Но я что-то У меня даже настройки не может подгрузить Это весьма печально Бедняжка работает Непонятно как Ну ладно Да, гуглнится ему дается Нелегко Ну, сносно, да, слышно, надеюсь Сейчас он создает проект Еще буду подождать Конечно, на компьютере это все гораздо быстрее Там нету А вам нужно именно Тест-проект сделать И еще Если можно будет Начать лабораторных Оттельных двух Тоже скинуть Насчет лабораторных Остальных у нас две лабораторных Две остальных У нас же четыре В общем будет на курсе Да Да, в общем четыре Конечно я вам скину Скиньте, да Потому что Я вам докину Которые смогут это сразу решить А многим людям Например Там Надо будет разобраться Поподробнее Даже самому Чтобы понять Что к чему Хорошо Хорошо Ну хорошо Я вам скину Там есть методичные Козитки разделы Я вам сегодня Докину Оставшиеся Лабораторки О Где штуки Что вижу Судяка Что же Еле работать Еле вижу Я сразу же добавлю Тест-проект Сюда смотрите Чтобы Видно вам экран Да Да Видно Ребят Видно Видно Экран Видно Видно Вот Справа Видите Тут Солюшен Секл Есть Извиняюсь За смех Это просто Уже Четвертый Раз Ты тут Да Хоть Ты стабильно Работаешь И века Куда-то Исчезла Все Короче Паху Ходили Ну Я Уже Готово Сказать Ну Типа Да Пусть Запишет Наверное Потому Что Это Уже Явно Походу Походу Ноутбук Не тянет Мне кажется Уже Наверное Было бы Проще Если Он Просто Код Показывать На Линуксе Я бы Показывал Есть У него Нормально Для тебя И для меня Может Отчасти Ну Мне Отчасти Было Понятно Для тебя Вообще Понятно Было Например Той же Вики Я не думаю Что ей бы Было Это все Понятно Я бы Хотя бы Немножко Прокомментировать Это все Не знаю Студия Только Показать Как Не создать Проект И все Такое А Ну Студия Может Показать Как Создать Проект Да А Все остальное Код Это То есть Можно Лабораторная Номер Один А Интересно Вот Он Отключается Он Знаешь Что Он Отключился Она Видно Не Наверное Показывает Просто Когда Переключается На Другой Каной Переключается На Экран Она Сворачивается Как Скайп Сворачивается Ты Смотришь На Так Ладно Порядок Уполнение Шум Как Еще Раз Семнадцать Окружность Умерном Пространстве Правильно Он Семнадцатая Сказал Или Пятнадцатая Я Прослушался Честно Учисление Площади Периметра На Пересечении Кругов Соответствующим Думок Проверка Двух Окружности На Концентричность Я Полю Окружность Умерном Пространстве Нашли Да Нашли Лаборатор Номер Семнадцатая Правильно Семнадцатая Задание И двенадцать Или семнадцатая Хорошо Так Так Проди Проди Шуп Фалик Дала Бы Еще раз В первом Ну там Лабораторный Один И Лабораторный Один Из Первого Понял Да Это По Первой Это По Первой Так Давайте я Перестану Ширить Видео Может Ему Полегчает Так Может Так Лучше Будет Мне кажется Что Он Прям Сильная Ему Тяжка Так Ребят Не молчите Комментируйте Вам Видно Что Происходит Да Да Все Видно Да Наверное Видео Было Видео Наверное Он Не потянул Бедняжка Камера Вроде Нормальная Но Этот Google Мидс Видно Слишком Тяжелый Тяжелый Него Так Я Сделал Немножко Неправильно Я Создал Вам C++ Project Вам Нужно Было Создать Visual C Sharp Project И тут Blank Ну Blank Не надо Console Application Пусть будет Net Core Да Наверное Net Core Ничего Тут Такого Больше Не На Console Lab Net Framework Не Нужен Standard Ничего Не Надо Кстати Class Project Class Library Тут У Подписываем Circle Еще Раз Да Немножко Ему С камеры Вроде Как без Камеры Поживее Так Надеюсь Будет Быстрее Поживее Работать Потому Что Так Как-то Вообще Жесть Жутко Так Подавайте Какие-то Признаки Жизни Мы Живые 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 Здоровые Чтобы Я Понимал Что Нет Чтобы Я Экран Не Завис И Мы Работаем Хорошо Вот Класс Секол Вот Я Создал Класс Секол Видите Подключил Только System Больше Нам Чего От Не Надо Х Горольд То Что Увидели Онлайн Компиляторы Запускаем Проверяем Что Тоже Работает Как И Работает Как И Указано Завис Забил Конечно Тоже Процесс Ну а Чем Отечается Работает Работает Онлайн Компилятор С Шарп Да Ничем Просто Вы тут Можете Проект Создать Добавить Тест Кейс Тест Тестовый Проект Его Связать Легко Вот Вы Можете Конечно Все Это Затулить В Онлайн Компиляторе В Одном Файлике Но Это Мне Кажется Сложнее Чем Скачать Community Edition И Последовать Тем Указаниям Которые Нет У вас Есть Все Очень Просто У вас Что 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 Даже Не Идет Никак Работает Даже Компилятор Не Хочет Компилить Код Такая Шабата Сти Как Это Сейчас Ничего Мы Верим Тау Тоже Не Ну Серьезно Ну Я Такого Еще Не Видел Он Сюда Компилил Тут Ничего Компилировать Просто Адапнет Ура Со Второго Раза Он Компилировал По Моему Еще Надо Ввести Хэллоу Ворд Да Наши Большого Хэллоу Жить Просто Александра Побыстренько Идею Планировать А вот Ладно Это Наши Какой Терез Я Просто Предложил Такую Идею Ведом Студия Которые Нужно Показать Можете Показать А Коди Может Вижу Студия Очень Тяжелый Сам Посмотрите Дальше Почему Я же Говорю Вижу Удивите У вас Сокол Есть Класс Сокол Продукт Да Вы Здесь Можете Add Сделать New Project Я Просто Сразу Пока Тут Выбрать C Sharp Test И Выбрать Unit Test Project Видите Да Класс Test Добавили Его Сейчас Наконец Должен Добавиться Теперь Я Почему В онлайн Коператоре Это Мне Я Не знаю Можно ли Это Сделать Потому что Тут Нужно Как бы Работать Со Сборкой Как бы Сборка Включать Себя Это Project С Несколькими Неймспейс С Несколькими Project Даже Неймспейс Есть Еще Более Абстрактная Вещь Есть Неймспейс А есть Неймспейсы Это Солюшен Решение Да Вот И я Не знаю Солюшен Это Сборка Можно сказать Можно ли С этими Сборками Работать В Онлайн Компиляторе Можно ли Его Настраивать И так Далее Я не знаю Точно Поэтому Я знаю Что Visual Studio Это Можно сделать Есть Определенный Файл В котором Хранятся Все Зависимости Хранятся По сути Когда я Добавляю Test Project И сейчас Я добавлю ссылку На основной Project У меня В Как бы В сборке Добавится Определенная В определенном Месте Ссылка Я ее Автоматически Ну как бы Я ручками Не вижу Как добавлять Поэтому Мне кажется Достаточно сложно Самому сборку Это сделать Может что-то И может Это сделать Но Я-то тоже Может быть Если бы Морочил себе голову Я бы это сделал Но не хочу Морочить голову И вам тоже Поэтому Идем по пути Найменьшего сопротивления Качаем Visual Studio Community Edition Создаем Project Создаем Test Project И дальше Смотрите Что я делаю Я добавляю ссылку На Ваш Основной Project Сейчас я вспомню Еще как это делается Так Build Dependencies Project Нет Нет Там Add Нужно И дальше Add Reference Вот оно Когда вы создали В Солюшене Два проекта Обычный И Test Project Вы создаете Reference Ссылку В Test Project На основной Project Чтобы мы могли Покрывать Тест Видите Он сразу появился Секол Ставим галочку Обязательно Отмечаем Эта галочка И все дело Выделяем Синеньким цветом Нажимаем Окей Все У вас ссылка За дело На У вас В зависимости Тут будет Как бы Ссылка И тут все будет У вас Хорошо И тут А Reference Видите У вас появился Секол Видите Это все равно Что добавить Еще мы сюда же Добавим Using Чтобы пользоваться Классами Которые Описаны В Секле Без этого Нам придется Писать Не Относительный Путь А полный Путь К вашему Классу Нам это Не на одну Секол Точка Там Секол Точка Еще Что-то А так Вы А не Секол Там Неймспейс Как-то По-другому Сейчас я проверю Как там Неймспейс Да ребята Обязательно После того Как Обязательно После того Как вы Добавили Ссылку Сейчас Это Я подключу Неймспейс Который Секол Тут есть Вот Где там Программ Сес Неймспейс Секол А Класс Программ Неймспейс Секол Да Вы Обязательно Скомпилируйте Вот этот Юнит Тест Контрол Шип Каким Бразом Вы Компируйте Уже Вот эту Ссылку В Проджект То есть Переведете В бинарный Вид То есть Компилированный Проджект Это необычный Проджект Когда вы Компилируете Ага Вот уже Что-то Прошло не так Ему что-то Не нравится Таргет Снет Ко И 2 1 Таргет 461 Почему Мне кажется Я скорее всего Какой-то может Этот Проджект Не знаю Пока Сейчас Попробую Еще раз Перезадать Это все Дело Очень Стану Ходишь Миню Проджект Тут все Было Нормально C-sharp Хочется Можно Что-то Кноткер Попробуйте Дотнет Фреймберг Может Давайте Попробуем Его Механизм Абсолют Тоже Самый Просто Я другой Тип Выбрал Я Честно Я Ничего Не удивляюсь Поэтому Если Что-то Поведет Не так Мож Ребята Извините Я буду Пробовать Так Далее Test Project Unit Test Project Я его еще не назвал Так Такое Молодец К сожалению Приходится Часто Программистам Сидеть Так Вот Ночами Все Это Дело Никуда От этого Не денешься Сколько Не борешься С этим Все Все Ночью Решается Ночью Ошибки И в итоге Забыл поставить Либо точку Запятую Я Так Я понимаю Ребят Да Я так понимаю Что Скорее всего Проблема Была В том Что Я не верный Но я выбрал Core Надо Дотнет Framework Ведь Да В Core Не входит Он Не может Заимодействовать С Классами Да Я так Понял Что Так А там Сейчас Проверим Ссылка Появился Опять же Я Пересоздал Project Опять Скинул Ссылку На На То Чтобы Уже Видели Дальше Building Project Один Другой Зик С Connect Есть Вот Раз Он Скомпилировал С Connect Хорошо Уже Пол Билда Значит Выбираем Не Дот Нет Core А Дот Нет Framework Хорошо Ребят Я тогда Не буду Полностью Я его Конечно Разверну Это все Рассказан Очень Сжато Очень Коротко Я вам Нужно Там Добавить Три Конструктора По Умолчанию Копирующие И Я вам Добавлю Только По Умолчанию И И Хотя Конечно Это все Нужно Смотрите Первое Сего Вы Начинаете Я Скину Код Вы Не Переживайте Вы Посмотрите Это все Работает В целом Там Еще Я Добавляю Такой Момент Как Свойства Сейчас Я Пока Я Помню Сейчас Скину В telegram Старости Ресурсы Нити Хорошо Я Я Сейчас Накидаю Информации Properties Я Буду Просто Использовать А Вы Про Них Почитаете Дома Ребята У Нереально Нет Времени Об Не Не Сюда Сюда Вот Сайт Хороший Вам Для Новичков Вообще Отлично Поможет Разобраться В Таких Базовых Моментах Базовых Мещах Поэтому Пожалуйста Пользуйтесь Симетанитом Это Хорошая Вот Это Там Описаны Свойства Я Сразу Использую Не буду Называть Почему И как И что Это Такое Пока Что Так же Один Что Нужно Понять Что У вас Свойства Должны Иметь Уровень Доступа Либо Если У вас Там Есть Два Вида Свойств Когда Но Я сейчас Опишу У вас Х Это Будет Свойство Обычное Я Запишу Сокращенный Вид Как Это Свойство Описано То есть Начинаем Модификатор Дальше Параметров Ты Смотрите Это Поле Класса Но Я Извечу Свойства В Этой Строке У Получится Создаст Поле Типа Как Б Типа И Private Секция Для Для Нажать Энкапсуляции У вас Создастся Поле Икс И методы Гетеры И Сетеры А как Я Здесь Указал Ну Я Знаю Тут Много Новых Вещей Для Вас Такого Секция Близко Не Было Но Свойства Обязательно Использовали Там У Вашем Методичке Это Все Тоже Об Этом Говорится Создаем У Нас Всего Три Параметра Икс И И И И Причем Р У Нас Не Может Быть Отрицательным И Нулевым Поэтому Я Его Создаю Там Камейс Свойства То есть Их Можно Задавать По умолчанию Как сверху Можно Задавать В Развернутом Виде Вот Таким Вот Образом У Вас Будет Как Оно Пишется Как Поле Только Обычно С Большой Буквы И Соответствует Его Название Как Б Полю То есть Он Создает По Вашей Инструкции Так Назваемое Поле То есть Это Данные Вашего Класса Можно Так Сказать И Здесь Вот Если Вы Как Это Свойство Это Тоже Некая Функция Вам Ревер Поработать Насчет Этого Всего Достаточно Много Но К сожалению Капочникам Я Не могу Развернутого Дать Спрос Будет Меньше Чем Сочников Естественно Логично Но Какой-то Спрос Все Равно Будет Так Я Считаю Что Все Так Вы Учитесь Получаете Диплом Маломайский Но Бакалавра Да Учите До Бакалавра Сет У нас Есть Тут У вас Будет Сет У нас Будет Проверка На То Что У нас Хитрая Штука Бакалавра Набрас Всего Видите Нету Ни Девы Переменной Ищите Не найдете Вэлью Это Стандартная Переменная Когда Вы Передаете Параметры В Свойства У вас Они Приходят Параметры Вэлью Это Когда Вы Работаете За Свойствами Это Особенность Именно Сей Шарп Вот У нас Если Что Что Пошло Не Так У вас Будет Здесь Мы Генерируем Мы И Там Генерируем Исключение Но Я Здесь Все-таки Акцентирую Внимание На Это Потому Что Исключение Тоже Важная Тема Которую Вам Стоит Знать Так Радиус Тут Много Сразу В этой Работающей Она Очень Глубокая Много Тем Больше Нуля Так Это Я Просто Сейчас Делаю Проверку На То Что У нас Радиус Не Может Быть Отрицательный Р Присваиваем Р Значение Вэлью Если Она Не Отрицательная Не Равно Ну Больше Нуля Грубо Грубо Ну Вообще Да То Мы Инициализируем Наше Поле Вот Это Кастом Свойства Вручную Инициализировано Тут Называется Авто Свойства По Этим Свойствам У вас Система Генерирует Соответствующие Параметры Суровнев Доступа Private Сами Свойства У вас Име Уровень Доступа Public Это Неправильно У вас Будет Public Естественно Потому что Иначе Вы С ними Не Сможете Работать Также Для того Чтобы Использовать Этот Класс В Связке С Тест Классом Вам Ему Тоже Нужно Уважать Уровень Доступа Public Чтобы Он Был Виден Наружу У Класса Тоже Есть Модификатор Доступа Дальше По Тому Как У вас Выглядят Конструкторы Я Реализую Конструкторы По Умолчанию Здесь Он Выглядит Абсолютно Точно Так же Как И В В Вашем Как Все Плюс Плюс Но Я Еще Предлагаю Сделать Дополнительный Пункт Ну Как И Нит Она Всегда Есть Тоже И Спользовали Это Кастом Функции И И И И Тоже Чтобы Обезопасить Себя Не Позволить Никаком Случа Пользователю Вводить Данные Которые Нас Не Устроят Поэтому Здесь Будет У Нас W X W Y W Z R Так И Здесь Мы W Это Конечно Хорошо Если Радиус Меньше Равно Минутер Самопроверка Чтобы Постоянно Не писать Я ее Вынесу В отдельную Функцию Но Помимо Свойства То Значит Мы Его Стром И Exception Обругали Пользователи И Добавил Себот Так Пишем Радиус Обругали Так Ну Хай Так Как Так Для Чего Это Все Безобразие Делалось Если То Если Не Есть Значит Здесь X Вот Так Видите Свойства Сюда Большими Буквами Мы Дуже Вот X Равно X Когда Вы Присваиваете У вас Вызывается Set То есть По Свойству У вас Генерируется Две Функции Если Вам Приходилось Генерировать Ручками У вас Есть Интерфейс Причем Это Уже Перегруженная По сути Функция Равно Да То есть Вы При Разе Равно Да Слева У вас Свойства Вы Вызываете Функцию Set Соответственно Она Тоже Проверит У вас Радиус Был Больше Нуля Да Но В принципе Можно Было Быть Это Делать Мы Сделаем Для Наглядности Так Как У вас Все Равно Хотя Зачем Она Тут Нужна Если У нас Сеттером Это Все Задается Я думаю Что Не Нужно Ладно Не Обязательно У нас Сеттер То Есть Мы Инициализируем Параметры По Молчанию И Р У вас Равно 0 Да Так Как Вы Здесь Вызываете Свойства Инициализируете Через Свойства То Вы Будете С собой Горды Довольны У вас Здесь Все Будет Хорошо Все Так Сделаем Тебя Секлу Наверное Класс Я Конечно Лучше бы Неймспейс Образовался Клверк Но Так Как Я Забыл Будет Косты Лайм Обязательно Если вы Переменовываете Переменную Делайте Это Через Control R Rename Тогда Он Все Ссылки Обновит Иначе Не Обновит Будете Мучиться Выискивая Где У вас Не Переменовано Что И Как Для Чтобы избежать Пользуйтесь Стандартными Моментами Так Не Ну Тут Также Плюсах Был у вас Тут По-моему Тоже Есть Сокращенный Вид Но Не Буду Вам Сокращенно Давать Это Прям Уж Сильно Так Инициализирующий Конструктор Вы И Сами Напишите Увидите Я Вам Покажу Каким Разом Здесь Конструктор Выглядит Вернее Инициализирующий Делайте Копирующий Паблик Все Привег Сокол Класс Здесь Будет Инициализирующий Копирующий Конструктор В качестве Параметра Принимает Сокол Дополнительно Сокол Класс Сокол Просто Сокол Так Чтобы скопировать Те самые Заветные Данные Что Нужно Сделать Нужно Сделать Следую Так же Точно Как У Вас То есть Вы Копируете Класс Сокол Тот Который У вас Неявно Сокол Объект Но Инициализирует Инициализация Происходит Через Свойства Все Отличие От Вашего Любимого Дот Нет Ага Ага То есть Тут Кеттером Тоже Будет Мы Только Мы Можем Теперь Работать Да Когда У нас Есть Переменные Игрался Свойства Мы Работаем Исключительно Через Свойства Никак Не Через Переменные Так Ну Сделали Инициализирующие Вы Сами Сделаете Думаю Это Копирующие Было Немножко По-другому Вылить Инициализирующие Вылить Точно Так же Как и Клуса Есть Такое Дело Единственный Метод Я не буду Вам Поиск Концентричности Это Все Посмотрите Как Это Все Выглядит Но Единственное Что я Сделаю Это И Вам Реализую Класс Поиск Периметра Потому Что Это Для Вас Будет Проще Всего И Для Понимания Периметр В окружности Да Окружности Все Очень Просто Это Будет Паблик Даже Ну да Да Радиус Периметр И Диаметр И Вы Возьмите Сюда Поделайте Все Это Задание Как Для Тренировки Для Поиска Периметра Для Поиска Площади Ну как Смотрите Я Ее Делаю Без Длинного Параметра И Это Правильно Потому Что У нас Все Параметры Уже Есть Внутри Нашего Объекта Площадь И Периметр Круга Чему Равен 2 Перя Множить На Есть Такое У вас Там Для чего Вам нужны XY Там у вас Проверка На Концентричность Проверка На Там Еще Это Была Проверка Сейчас На Концентричность На Равность На Что Еще На Пересечение Там У вас Задействованы Уже XY Давайте Еще Один Все Таким Метод И Сделаю Его На Пересечение На Мы Хотим Написать Интереснее Давайте Делаем Пересечение Еще Одну Функцию Мы Протестируем Я Буквально Дверь Сделаю Для Вас Остальные Вам Скину Project Вы Все Это Допишите Допилите Там Полностью Все Готово И Как бы Да Просто Я Считаю Что Лучшее Все Так Это При Вас Библиотеку По Этому Всему Делу Да И Видите Как Библиотека Создается Буквально Через Десять Минут Так Не Паблик Да Была Паблик Google У нас Будет Из Socle Intersect Передаем Сюда Вторую Окружность Одна У вас Передается Напоминаю По Умолчанию Не Явно Да Socle Вам Вам Тут Нужно Передать Ровно Один Секол И Один У вас Уже Есть По Умолчанию Так Создаем Вспомогательные Переменные DX Которая Равна Socle X X Минус X Так Есть Дабыл D Y Так Вспомогательные Y У вас Будет Socle Y Минус Y Естественно Аналогично И Distance Это мы находим Пересечение Двух Углов Масс Это Статический Класс В котором Есть У вас Большинство Математических Очень Много Большинства Математических Функций На 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 Подключать На Библиотеку Нет Это Статическая Библиотека Она У вас Доступна Вот так Вот Ей Подключать Не надо Я понял Это Да Плюс Абл Надо Было Сем Отключать Здесь Она Статическая Чиски Статический Класс Его Не Нужно Подключать Вы Просто Можете Просто Вот Физически На Нем Соснов Если Она Да Да Она Система Идет Неймспейса Или Откуда Смотрите Она Идет Точно Вам Скажу Или Уже Предварительно Подключена Или Уже Предварительно Определена Без Система Система Да Она Систем Видите Неймспейс Систем Статический Класс Масс И тут Все Что Надо Это Я Перешел В Стандартный Класс Его Интерфейсы Поняли 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 Это Интерфейсы Стандартного Класса Реализация Сокрыта Вам Только Покажу Интерфейс Вот Вот Питуши Я Использую Да Неймспейс Систем Спасибо Хороший вопрос Правда Хороший вопрос Если Вам нужно Получить Я с Control Нажал И Подсвечивается Как Ссылочка Я Перехожу Я Понимаю Откуда Вот Видите Вот Такая Штучка Пальчик Появляется Я сюда Перехожу Знаете Ну Это Просто Как Visual Studio Судар Не Ну Может Это Знает Кто Не Знает Тоже Момент Важный Чтобы Понять Что Вы Используете Если Влом Читать Доки Можно Почитать Соус Коды Больше Более Эффективно И Быстрее Если У нас Дистанс Больше Радиуса Почему Использую Функцию Потому Что Тут Прям Все Перемены Используется Все Return False Ретюном Напоминаю Мы Завершаем Выполнение Наших Так Else Это просто Может Обязаться Но уже Может Просто Ивзойдет А Нет Там Else Есть Еще Один Поэтому Else Их Надо Нужен Будет Distance Меньше Mess Apps Видите Модуль Тут Тоже Есть Да Очень Удобно На самом Деле На плюсах Тоже Есть Но Просто Очень Сложнее Подключить Circle R Minus R Return False Так Опять Else Заметьте Переделся Не всегда Тут Ставится Точка Запятой Dist равно 0 R Равная Circle R Return False Это Значит Круги Вместе Совпали А Нет Круг В круге По-моему Круг Я уже Честно Немножко Плохо Соображаю Я уже Помню Код Математику Уже Код Помню Уже Хорошо И Как меня зовут Так Ну В принципе И все Тут Еще Также Вам Функции Вы Видите Сами Я Это Сделал Только Для Того Чтобы Создать Парочку Unit Test При Вас Смотрите Заметьте Так Я их Уже Связал Вы Видели Как Заметьте Что Unit Что Unit Вам Сейчас На Метанит Соответствующую Ссылочку По Строение Unit Test Там Тоже Супер Круто Все Описано Вот Введение Unit Даже 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 Не Надо Знать Анализы Вы Создаете Unit Test Обычные Пользуйтесь Методологией Которая Там Написана Test Drive Development Тоже Вам На Самостоятельное Изучение Так Тест Класс У нас Всегда Обозначается Аннотация Тест Класс Метод Тест Всегда В этом Деле Это Крайне Важно И Необходимо Иначе Программа Не поймет Что У вас Это Тест Обязательно Уделите Название Правильное Имени Как В Microsoft Конвенциях Ссылочка У вас Методички Есть Пожалуйста Проходим По ссылке Методички Читаем Конвенции По Именованию Переменных По Именованию Тестов Я Не буду Уже Этого Использовать Потому Что Некогда Вы Обязательно В своих Лабораторках Это Используете В полной Программе Я на это Тоже Постараюсь Обратить Внимание Сет Цекл Видео Валид Радиус Шуп Тро Аргумент Автор Франжик Сообщен Такой Длин У вас Название Тест Кейса Смотрите Первое Что Я Я вам Скину Этот Project Как я Вам Сказал Полностью Вы сможете Развернуть Покрутить Посмотреть Вы можете Так же Точно По такому же Образу Подобию И кстати Этот Кейс Написано В ссылке Которую вам Лектор Дал В методичке Насколько Я Помню Вы можете Точно Так же По Безаподобию Свои Лямбда Выражения Поставлять Да и все Не надо Тут Ничего Будет Как Б Делать Вот Сделаем Всего Лишь Два Теста Первый Тест Будет Проверять На Нахождение Периметра С Нормальным Радиусом Все Тесты У вас Выполняются В формате Erange Act Acert Это Ну это Просто Комментарии Просто Чтобы Понять Чтобы Было Понятно Где Какую Секцию Шутулить Erange Acert 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 В Erange Вы указываете Переменные Там Радиус Да По сути Вот Просто Представьте Это Все Равно Чтобы Я Запускал Консоли Колбасил Туда Эти Все Параметры Ясно Просто Я Это Дело В Автоматическом Порядке Для Начала Это Будет Более Чем Ясно Да Да Хорошо Молодцы Double R Expected У нас Будет Радиус 25 133 У меня Просто Уже Это Есть Ребят Я Уже Нагло Читаю У Вас Всегда Должен Быть Как Бы Результат Экспект Это Ваш Результат Вот У вас 2PR Есть Формула Вот Когда Вы 2PR Поставите Радиус 4 У вас Будет Этот Результат Экспект На самом деле Конечно Название Перемены Может быть Кастом Но Для Удобства Вашего И Понимания Старайтесь Придерживаться Тоже Грамотного Здравого Нормального Названия Что нам Нужно Создать Наш Класс Секл Секл Класс Сработал Потому Что У нас Не было Безин Секл 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 Класс Сделать Вот Это То же Самое Что Вы Подключаем Ясно Когда Пишем Код Мы Просто Встраиваем Уже Готовую Иерархию Которую Нам Благополучно Майкрософт Предложил И Сделал И Очень Даже Успешно Ничего Особенного Садим Экземпляр Нашего Секл Класса Так В Экте С Закончили То есть Тут У нас По сути Входящие Параметры Результирующие Параметры То Что То есть Все Параметры И Создание Вот Нашего Соответствующего Класса Чтобы Использовать Его В Экте Дальше Секл Вот Дальше Погнали Секл Мы То есть Мы Запускаем Программу Да Вроде Как Грубо Говоря Инициализируем Ей Скармливаем И Вот Этот Радиус Через Параметры Соответствующие Че Он Не Хочет Че 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 Случилось А Я R Наверное Не сделал Пабликом А сделал Его Protected Или Private Да К сожалению Видите Вот Я тоже Тут Ошибся Тут Естественно R У нас Должен быть Ну Переменная На Private Будет Смотрите Это Работает Когда Нам Нужно Радиус Кастомизировать Здесь Это Все Автоматически Происходит Потому что Настет У Никуда Планетинологики Вот Ну Все равно Несвобождает От Public Радиуса Чтобы Можно Было Это Это Свойство Это Не Нарушение Инкапсуляции Мы Не Напрямую Используем Параметр Инициализируя Его Мы Используем Его Через Свойства Через Get То есть По сути Get Ресеттеры Встроенные Вашу Систему С 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 Вы Скармливаете То Что Вы Ожидаете А тут Фактически Значение То есть То Что У вас Вычин Насчитала Вам Ваша Программа Поэтому Так и Поступим Все Здесь Get Периметр Вызываем Функцию Соответствующие Видите Она Без Параметра Она Должна Быть Нескакими Параметрами Мы Так И Спроектировали И Последнее Все Тут Все Для Экта Мы Все Наш Наздели Делаем Ассерти У вас Тут Много Разных Ассертов Нам Нужно Аиквел Всего Лишь Использовать Это Условие По Которому Мы Проверяем Что Экспект Значение То Которое Вы Вели Оно Соответствует Actual Велье Видят Кучу Перегрузок По Перегрузке Тоже Вы Все Это Почитайте Посмотрите Причем Можно Это Не указывать Но Я Укажу Не Более Дельта Указывает Чтобы Вас Не Шокировать Словом Дельта По сути Это Максимально Допустимое Отклонение От Expected Values И Actual Values То Есть Это Погрешность Вашей Программы Которую Можно И Здесь Ошибка Которая Выдастся В случае Если У вас Программа Неправильно Сработала И Как Да Вот Возунг Калькулейте Проверим Как это Сработает Я Не буду Вас Сейчас Пугать Проверкой На самом деле Покрывал Тестом И Свойства Вы Посмотрите Как Покрыть Свойства Тоже Тест Кейсом Там Лямбда Выражение Я Просто Хотел Забрать На примере Хотя бы Одного Тест Кейса Или Двух Потому что Нам Нужно Еще Второй Тест Написать Который Определяет Пересекаются Наши С Сокол Интерсект И у нас Даже Два Кейса Будет То есть У вас Ваши Тесты Должны Покрывать Как Ветку Тру Так И Ветку Фолс Не Важно Что У вас Там Несколько Выводов У вас Два Генеральных События Которые Могут Быть Пишем Тест Месод Как Я Вам Говорю Ладно Не Будем Хотя Мне Конечно Хотелось И ту Ветку Дать Ладно Хотя Б Так Дальше У нас Тело Нашего Метода Здесь У вас Опять Жив Немножко И Писать Комментарий Когда У вас Случай Интерсект Ага Даже Я вам Предложил Я уже Честно Подзабыл Немножко Это было Ну Давно То есть Там у вас Получается Даже На каждый Кейс Я Написал По одному Тест Кейсу То есть На каждый Случай На каждой Витку EFL Я ее Покрыл Тестом В принципе Да Это правильно Потому что Там разные Условия Чтобы Они Сработали Нужно Это все Протестировать Еще Чтобы Вы Свободили С Клавиатуры Но Здесь Так Аинтеросект Поехали WX 1 1 1 W 2 1.2 W R1 4 1 W Так Дальше R2 X2 Y1 X1 Y1 R1 X2 5 Y2 5 2 И Радиус 2 Радиус Не трудно догадаться Что он будет Больше Чем 5 То есть 7 Да Чтобы Не пересекать 7 1 Пусть Будет Так Веранч Добавили B Bull Expected У нас Соответственно True То есть Мы ожидаем Что они Будут Равны Ну Пересекаться Что они Будут Bull Expected Присровать True Так Секл 1 Секл 2 Здесь Конечно Убы Секла Проинциализировали Секл 1 И Ю Класс Секлу И Секл 1 Секл 1 Секл 1 Секл 1 Секл 1 Секл 1 Есть Такое Дело Я не хотел Вам Инициализирующий Конструктор Придется Потому что Его тут нету А я его Пытаюсь Вызывать Чай Ну ладно Секл 1 Секл 1 Секл 1 Так Х Х Хорошо Пишем Секл 1 Секл 1 Секл 1 есть такое дело и и все куда интерсекты если что-то запускаем программу запускаем теста кстати ты даже не буду запускать программу тушим и не реализовал когда вы покрываете не тестами вы можете мы нельзя для себя можете не делать запустить и посмотреть что ваша программа работает запустить можно вот так у меня просто выведен тест кейс но в общем случае вот так вот тест ран тут есть ул тест с контур а сейчас за компьютер помогут тест ну я тут просто вывел себе справа тут боксер ну как в которой там эти тесты собственно в менюшке есть арт и ой последний что я сделаю создам при вас дилерку зафигачивание весь тот код который был я просто весь класс и за дело в библиотеку там на самом деле ух ты что-то не сработало какой то есть не заработал от из кейс 2 прошу а то есть у нас этот день прошел почему то почему непонятно можете неправильно посчитал давайте там надо было стыкно указать погрешность потому что они же не будут равны там уж 34 ну скорее всего до 133 233 тут фосс потому что все-таки нужно убрать погрешность если выграть погрешность они будут полностью равны потому что там после 25 33 еще кучу кучу значения как бы а у них никак не округлить тоже не стала мокру и поэтому мы делаем дельту то есть максимальная граничная допустимая отклонением 1 100 можно заранить один тест может ранить все тесты наши дни такими один тест проверим работает он или нет то что штука 2 3 14 на 4 на 2 12 ага вот так вот там типа я так думаю что 3 14 конечно лихо взял вообще за 2000 должно было бы все заработать и 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 внутри читается что там страна мечта 25, 133, правильно 132, 7 Ладно, мне кажется, что тут проблемы с вычислениями, скорее всего Или с входом Вроде все нормально, 2 PR Не понятно, ладно, ребят, я честно пока не могу понять, почему Включение Да, погреб, 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 погреб Изменить немножко Мне кажется, что погрешность Не знаю Если даже это не погрешность Уже сейчас не буду исправлять Я вам скину код, там все это работало Не знаю, даже такую погрешность Вроде такую же погрешность Возможно, где-то уже ошибся Скорее всего, это уже ошибся по ходу Ну ладно Возможно, сэр, что-то Ладно, ребят Не буду сейчас разбираться Вы поиграетесь, попробуйте довести дома Ладно Что осталось сделать Ну, по крайней мере, один прошел уже хорошо Дальше нужно составить вам Будет Такой Получается, библиотеку Вам нужно будет добавить сюда Я бы ее тоже сюда добавил Add New Project В качестве new project Здесь нужно добавить Библиотеку Сейчас Вяжем свишарп Там дилер Куда-то добавить Не класс Лайбл Где там дилер Дай нам Лайбл Не класс Лайбл Обязательно Ребята Там в поиске Можно ввести Давайте подходим Да Экономик лайн клайбл Делим Делили день Да, но здесь Си плюс плюс написано Да, там Ти плюс плюс Да, действительно Так, я уже Да, спасибо Ребята Что-то я уже совсем Не вижу тут Делим Динамик лайн клайбл Да, но Не все плюс Конечно Динамик датайс Нет Нет Датайс Не линки Точно Ну, не Клажешь Лайбл По-моему Класс Лайбл Это не совсем Хай Тут нет Фреймворк А, нет Просто Я уже Совсем Смотрите Но у вас Это в методичке Я просто Не смотрю Думал Так быстрее Класс Лайбл Идут Нет Фреймворк Видите Проджект Класс Лайбл Идили Все Все Кроме Кроме Мейн Функции Баблик Класс И все Это Дело Ставлю Здесь Только Мейн Тесты Конечно После этого Не вижу Нужно Нужно Будет Перелинковаться Так Это От Класса Остались Куски Класс Мейн Пусть Будет Потому Что Здесь Все Должно Быть В Классах В Отличии От C++ Там Где Можно Процедур Написать Это Нельзя Класс Мейн Мейн Класс Все Класс Я бы Написал Мейн Немис Пусть Пусть Нельзя Так Делать Класс Я просто Удалил Ctrl R Как-то Так Переходим Нашу Новоспеченную Библиотеку Секло Класс Принципиально Важно Чтобы у вас Имя Класс Соответственно С именем Файла В котором Этот Класс Живет Так Билдим Ее Ctrl 6 D Именно Билдим Не запускаем Прогнозируем Экспект Что Не хватает Да Не хватает Скобочки Закрывающие Контроль Что ж Так Что ж Продолжение 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 следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ищем ту самую злосчастную библиотеку. Где бы она не пряталась. Ой, это не тут. Значит, подрубили ее. То же самое делаем. Тут юзингемы. Сокол лабора. Есть такое дело. Теперь мы можем пользоваться всеми благами цивилизации. Сокол класс. Видите тот самый сокол. Один. У нас все динамические сущности, поэтому мы его создаем через динамические. Создадим по умолчанию. Второй создадим посредством копирующего какого-нибудь конструктора. Не знаю, мы уже что получится, то и получится. Два, три. Не важно. И что-нибудь вызовем. Например, площадь второго. Тут у вас систем аконсоль райтлайн. Консоль с большей буквы. Тоже он глядит систем классу. Райтлайн. Выводим сокол два периметра два периметра периметр ну и вызовем вторую нашу функцию пью пью ой поючь так нет почему а это функция и здесь интерсект плюс и сюда перейдем все ход два есть такое дело пытаемся запустить надеюсь что это работает то есть мы сейчас подключили уже не просто project а библиотеку заметьте я проверю что это библиотека и что у нас получается почему почему а потому что я радиус нулевым сделала радиус быть не может какой я молодец это все в library проблема что каждый раз когда вы вносите в library вам ее нужно перекомпилировать поэтому тут у вас все классе будет все таки радиус не может быть равен нулю а должен быть хотя бы равен единице потому я сам напоролся на unhandled exception ну вернее я ее захендлил но была exception control shift b перекомпилировать библиотеку ссылки обновлять не надо они сами обновятся просто мы перебилдим up to date запускаем нашу программу проверяем что все должно все таки заработать ура товарищи все получилось хорошо я все это файлик project с дели спасибо спасибо вам все запись вам потом вышло хорошо все хорошо хорошо иначе добрый вечер